Кончилось лето жаркое, шли до белых бела. Осень дождя лишь жаркая, в гости ко мне пришла. Авторские песни прозвучали в Доме офицеров на Зимнем Грушинском фестивале. На концерте исполнили сочинение одного из основоположников жанра авторской песни Юрия Висбора. В этом году ему исполнилось бы 90 лет. Висбор любил Грушинский фестиваль и неоднократно его посещал. Известного советского барда не стало в 1984 году, а его песни поют до сих пор. Для того, чтобы мы поняли, что мы чувствуем на самом деле, нам нужен посредник, нам нужен поэт или автор песни, который уже это прочувствовал и выразил в словах, выразил в музыке. Зимний Грушинский фестиваль прошел в рамках марафона авторской песни России. Проект привлекает новых людей и молодежь к бардовскому движению, которое воспитывает чувство долга, любовь к природе и родному краю. На концерт приехали исполнители из других городов. Марина Дмитриева живет в Тюмени. С детства Марина слушала и исполняла авторские песни. В 14 лет начала сочинять сама. Бардовская песня, мне кажется, у нее в основе лежит все хорошее, доброе и вечное. Это и есть основа бардовской песни. Это про любовь к родине, про любовь к детям, про любовь к мужчине, к женщине, про дружбу, про семью. Это те самые общечеловеческие ценности, которые нам всем сегодня необходимы. Ежегодно в конце февраля проходит Зимний Грушинский фестиваль. Праздник объединяет любителей авторской песни, дает возможность вспомнить известных бардов и познакомиться с новыми исполнителями. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.